Всем привет дорогие друзья, с вами снова Крюга ТВ и сегодня мы наконец-то собрались с вами, чтобы погрызть морковку, ой, то есть посмотреть на меркавку Марк 2Б. Это у нас премиум машина седьмого уровня, появившаяся еще давно в Armored Warfare, но я до нее добрался только сейчас, объясняю почему. Изначально я на ней покатался и понял, что это ну лютое неиграбельное говно, но потом машину апнули и теперь я посмотрел на нее по-другому, спустя некоторое время я на ней не катался долго, а потом поспрашивал у людей, они такие, ну типа нормальный танк, я не верил, не верил, решил покататься сам и да, действительно стало лучше, но насколько, давайте разберемся. Начнем конечно же с орудия, здесь у нас установлено 105 миллиметровое орудие, которое может стрелять как бобсами, так и БКСами. Собственно, бронепробитие у нас 408 миллиметров, урон 389 единиц, что ну категорически странно, ибо брать того же тайпа, у него и урон, и пробитие выше чуть ли там не на 100 с лишним миллиметров, а это извините меня цифры довольно заметные. Но однако тайп 90 это у нас эталонный танк, на седьмом уровне самым лучшим орудием, считайте, обладает, у меркавы здесь все похуже и поскромнее выглядит, но зато у нас есть еще и БКСы, которые по каким-то легкобронированным целям будут работать лучше. Здесь у нас 490 практически урона, этого должно хватить для ББМ, чтобы заткнуть им рот. Что же еще? Самое главное, конечно же, у нашего орудия это не его урон и не его пробитие, здесь все решает точность и время сведения. Это просто замечательный показатель у меркавы. Во-первых, у нас все-таки кое-какие углы есть, минус 7 градусов, это не идеально, но тоже все-таки уже кое-что. Разброс всего лишь 0,03, разумеется, у меня, как всегда, стоит затвор, стоит отделение и стоит канал ствола, а значит, что я опять-таки машину упарывал в самый наименьший разброс возможный и получилось у меня 0,03. И также время прицеливания всего 1,9. Если брать того же тайпа, то у него здесь 0,04 и... да-да-да, даже больше время прицеливания, хотя его орудия я обожаю. Но у орудия меркавы здесь у меня вообще нет никаких слов. Это самое точное, самое быстросводящееся, самое комфортное орудие. С него даже сходу можно стрелять и попадать, не то чтобы там что-то куда-то не туда полетит. Нет, в принципе, вполне реально. Что еще? Можно сказать, что у нас довольно шустрая перезарядка в 6 секунд, берем того же тайпа, здесь опять перезарядка больше. Ну, понятно, раз урон больше, пробитие больше, перезарядка тут тоже дольше. В итоге получаем порядка 4 тысяч урона в минуту. Это не так уж чтобы и мало, если сравнивать с тем же Леопардом или Абрамсом, то мы им не проигрываем. Поэтому нивелируется низкий урон, довольно неплохой скорострельностью. Что касается бронирования, здесь все у меркавы более-менее нормально. Орудия 7 из 6 уровней пробивается она довольно туго, но если, конечно, не считать борта. И давайте посмотрим. 280 башни, но тут такие углы наклона, что пробить ее практически не представляется возможным. Что касается корпуса, то пробивается он начинает уже семерками. Вот как раз с пробитием там в 450-500 миллиметров начинает шиться. Но и то не всегда. Здесь есть некоторая хитрость. Половина корпуса шьется, половина корпуса не шьется. По крайней мере, ну, по ощущениям так и в реальности здесь в одной из стороне, так скажем, есть двигло. Оно защищено лучше, чем там, где его нет. И также есть у нас еще борта-корма, но тут все совсем плохо. Если у башни еще 152 миллиметра, автопушки, может быть, будут иногда не пробивать, то борта 50 миллиметров не оставляют шанса на выживание, как и корма. Но это не обсуждается. Разумеется, у машины должны быть изъяны. Что касается бронирования, то лобовуха у нас, ну, практически ультимативная, если удается спрятать корпус. И даже можно играть немножко, подставляя борта, противник будет целиться в борт, потому что там брони нифига нет, а вы вовремя начинаете делать такой угол, чтобы снаряд рикошетил, либо не пробивал. Короче, играть на танке от брони вполне себе можно. Но вот что касается подвижности, то здесь все очень плохо. Максималка 50 и разгон 7 и 10. Ну, взять того же Абрамса. Даже неповоротливый Абрамс. И то у него максималка больше и разгон быстрее. Короче говоря, у Мерковы в этом плане все очень плохо. Она крайне медленная и самая, пожалуй, медленная среди вообще всех ОБТ на седьмом уровне. Что касается скорости поворота башни, то здесь ничего плохого сказать нельзя. Она вполне себе нормально вертится, так же, как и у других ОБТшек. Что в итоге? Мы получаем очень медленный танк. Ну, я имею ввиду по сравнению с другими ОБТ. На самом деле машина, ну, кое-как едет и, в принципе, нельзя придраться особо к ее подвижности. Имеет просто ультимативно точное снайперское орудие, которое хорошо как в дуэлях один на один, так и на дальних дистанциях, да вообще везде, в общем-то, не считая только низенького альфа-страйка. И неплохая лобовая броня, которая позволяет танковать многих противников, особенно если уровнем ниже. Ну, уровнем выше мы уже удар не так хорошо держим, зато может быть и какие-то рикошеты словен. Так что в итоге годная довольно тачка, но давайте подробнее в бою. В бою же раскрываются все ее замечательные стороны, такие как неплохая броня и очень точное орудие, которое позволяет перестреливаться со всякими челленджерами Т-80 на дальней дистанции и быть в принципе неплохой уверенности в том, что обратка вам не прилетит. Да что уж там говорить, как видите, даже ПТУРы эта машина более чем нормально танкует. Ну, это конечно я шуткую, ПТУРами нас пробить можно, но хотя вот башни терпят, да и корпус иногда их съедает, я бы не давал вам 100% гарантии защиты от ПТУРов, но вполне себе годно держит машину удар. Ну, а как видите, другие противники меня пробить тоже нормально не в состоянии. Конечно, бывает, получается им прошить, это как-то так зависит, непонятно на самом деле, иногда шьют, иногда не шьют, но зачастую удар машины держит, это можно считать вполне себе неплохим достижением. Но что касается нас, то у противников просто нет шансов, на какой бы дистанции они не находились, потому что с нашей точностью можно выцеливать даже на расстоянии там в 300-400 метров и вообще не париться о том, что снаряд уйдет куда-то не туда. Если вы свелись полностью, то вы попадаете куда нужно. Ну и видите, сколько ПТУРов уже в меня пришло. Просто мама не горюй и ни один нормального успеха так и не достиг. Короче, в итоге считаю, что вот эти вот два параметра, броня и орудие вместе дают в совокупности отличнейшую меркавку, которая на седьмом уровне может считаться достойным премом, хотя страйкер меня, ПТУРа страйкер, конечно же, на седьмом уровне, который тоже прем, меня заводит чуть больше, ну просто потому что там геймплей несколько интересней. Здесь у нас, конечно, ОБТ, интересный ОБТ, да, с задним расположением башни и с очень тонкими бортами, которые добавляют изюминки в стратегии игры, ну действительно, противников можно просто разводить на эти картонные борта и быть таковым. И в итоге я бы все-таки отдал предпочтение ПТУРа стройкеру, хотя фармить для большинства людей будет легче именно на меркаве. И если раньше я бы никому не рекомендовал ее к покупке, то теперь, как на седьмом уровне, премтанк выглядит она вполне достойно. Даже несмотря на то, что ее стоимость, ну я бы не сказал, что маленькая, все-таки премтанк седьмого уровня, и стоит он, разумеется, тоже соответственно. Что касается дуэлей с нашими основными оппонентами, я бы не опасался никого, кроме, пожалуй, вот тайпов 90-х вот этих и кроме Т-80-х. У них орудия посерьезнее и с их пробитием нам будет сложно, конечно, тягаться, все-таки наша броня не ультимативна, она неплоха, но далеко не всегда спасает, как вы видите, сейчас вполне меня пробивают. Ну, конечно, если посмотреть, сколько всего снарядов меня должно и могло бы было зайти, то этот снаряд пойман и сейчас ничего особо не решил. В любом случае, конечно, нам можно пытаться танковать, и даже нужно танковать. Я специально тут проезжал мимо наших 80-иков, которые там в начале боя застопорились и боялись, занял позицию и начал перестреливаться с противником, поскольку знал, что я смогу терпеть. А они вот уже не смогут либо бояться. Поэтому быть на первой линии нам надо. Мы, конечно, может быть и не челленджер, но по броне, в принципе, не сильно отстаем. Что же касается противников выше уровнем, то тут уже лучше, конечно, не перестреливаться. Всякие Т-90 и им подобные могут из нас сделать просто сито, решето, поэтому не надо. Зато вот шестерки, кроме Т-72, я даже не знаю, кого там вообще можно бояться, нас не пробивают, хоть ты тресни, хоть ты, я не знаю, что делай. Никак у них не получится нам ничего противопоставить, поэтому едем на них смело, давим просто своей массой. Ах да, что еще хотелось бы сказать, Меркова по размерам сама по себе довольно габаритный танк, и поэтому артиллерия нас любит, ну, за счет того, что у нас скорость не особо большая, но еще помимо этого и сами по себе размеры не особо маленькие. Так что артиллерию, ну, в принципе, побаивайтесь, опасайтесь и убивайте по мере своих сил. Что касается совокупности характеристик вообще в итоге и тактики игры, как я и сказал, будьте на первой волне. Будьте в самом начале наступления, это вам очень даже поможет. С вашим небольшим альфа-страйком вам проще будет просто на передовой постоянно стрелять, стрелять, стрелять. Ваша броня будет защищать вполне неплохо, а с вашей скоростью, если вы останетесь сзади, то вы потом просто не успеете доехать куда нужно, поэтому легче сразу выехать вперед, и там уже нормально потом добраться до места событий или догонять последнего противника оставшегося. Ну, а если вдруг не повезет и вас начнут давить, ну, отступайте, что уж тут поделать. Может быть, получится, а может быть и нет, тут уже все зависит от команды. И, как вы знаете, команды подбираются таким образом, что иногда и непонятно, вообще, ты играешь какую-то роль в этой игре или нет. Хоть ты наноси 10 тысяч урона, хоть ты наноси 0, ничего от тебя не зависит. Это я, конечно, утрирую, но иногда бывают такие бои, что действительно создаются ощущения, что хоть тащи, хоть не тащи, какая разница, команда все равно либо сама выигрывает, либо сама сливается. Ну, да ладно, мы ударились уже немножко в полемику не о том. Что же еще из интересного я могу посоветовать в игре на Меркове? Как я и сказал, играйте от борта. Заднее расположение башни, кстати, тоже канает, обратные ромбики помогают, выезжаем из-за угла, и танковать, кстати, от углов просто одно удовольствие. Если вы играете где-то в городе, то там этот метод проканывает просто вообще офигенно. Все начинают стрелять в борт, потому как броня особо у нас там, ну, отсутствует, я бы сказал. 55 миллиметров это даже броней не назвать на данных уровнях, поэтому, конечно же, бодро танкуйте бортом, только аккуратненько, разумеется, не сильно его слишком подставляя, выезжаете с жопой вперед, и вот противники будут на это все дело вестись, и вы тут резко подворачиваете, такие, оба-на, ребята, не-не-не, не пробиваем нас, не пробиваем. Так что в итоге могу ли я рекомендовать к покупке? Да, на седьмом уровне неплохой прем, который позволит вам и пофармить. Смотрите на заработок, все вполне себе годно. Ну а с вами был КрюйГТВ, всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока, увидимся.